Глава 17 Около четырех часов пополудни в поле зрения укрывшихся на уступе появились первые эквансы, которые пытались спрятаться за каменными блоками. В это время трое мужчин на уступе собрали все подходящие камни и соорудили из них укрытие на краю площадки. Тухокс подсчитал боеприпасы. Получалось по 30 патронов на человека. Морские пехотинцы первыми начали обстрел, обрушивая на них град пуль с трехминутными интервалами. Пули свистели над головами укрывшихся, отскакивали от скал и камней. В ответ не раздалось ни выстрела. Подушевленные такой пассивностью, несколько морских пехотинцев начали крапкаться вверх, остальные прикрывали их непрерывным огнем. Тухокс наблюдал из укрытия, как они приближаются. Он отметил, что солдаты с гранатометом все еще далеко. Похоже, гранатомет здесь очень тяжелое орудие, в отличие от легких гранатометов в его мире. Тухокс ждал. Стрельба почти прекратилась, но он оставался в укрытии. Когда обстрел возобновился, он прикинул, что наступающее должно быть в метрах пятидесяти от уступа. Быстрый взгляд подтвердил его предположение. Десять эквансов, растянувшиеся цепью, упорно карабкались вверх. Тухокс сделал знак, и Квазин с Джилбертом столкнули обломок скалы с уступа. Глыба, подпрыгивая, покатилась с горы. Потеряв самообладание, солдаты повскакивали. Один из них потерял равновесие, упал и вслед за глыбой покатился вниз. Водушевленные успехом, беглецы обрушили на солдат целый град камней. Еще один экванец сорвался, получив булыжником по голове. Паника в рядах противника усилилась. Они прекратили стрельбу, пытаясь уворачиваться от летящих камней. Тухокс и Ильмика воспользовались этим и открыли огонь. Несколько прицельных выстрелов и еще четверо эквансов выбрали из боя. Остальные отступили. При этом один из них поскользнулся и прокатился метров тридцать вниз по склону. Теперь они узнали наш ответ, сказал Тухокс. Если у них хватит здравого смысла, то они подождут, пока не прибудет гранатомет. А это означает для нас спокойную ночь. Они не хотят упускать тебя, Роджер, сказала Ильмика. Да, я знаю, но зачем им нужен я, если у них есть Раска? Экванцы спрятались и лишь изредка постреливали вверх. Солдаты с гранатометом приближались очень медленно, хотя к ним на помощь спустились еще несколько человек. Тухокс рассчитал, что они смогут доставить гранатомет на место только поздним вечером. Но это ничего не меняло. Огонь мортиры ночью был так же разрушителен, как и днем. Баркасса с крейсера давно уже высадили людей, и морские пехотинцы, покинув приближную полосу, находились теперь где-то в лесном поясе. Хвелл Голд сел на мель, сильно накренившись на бок. А две ниточки дыма заметно приблизились. Джилберт сказал Тухоксу, что гранатомет стреляет на расстояние до 50 метров. Роджер облегченно вздохнул. Чтобы установить орудие на таком расстоянии, эквансам придется покинуть укрытие и добраться до каменных обломков под уступом. А сделать это они смогут только под защитой темноты. Солнце погрузилось в океан. Голубое небо потемнело. Когда станет еще темнее, мы сможем исчезнуть отсюда, сказал Тухокс. Эквансам понадобится время, чтобы потащить свою мортиру к этим камням. И в этом наше спасение. Мы пересечем склон справа и посмотрим, не сможем ли обойти их, пока они будут обстреливать уступ. Вскоре небо над головой заволокло тучами. Вершина исчезла в густом, как вата тумани, и его серые клочья окутали каменный уступ. Стало темно, хоть глаз выколи. Беглецам это было на руку. Они осторожно начали спускаться, цепляясь за камни. Ночную тьму озарила вспышка молнии. Где-то бушевала гроза. Раздалось несколько выстрелов. Солдаты пытались удержать беглецов на месте, пока гранатомет не будет установлен на нужную позицию. Тут у Тухокса появилась новая идея. И он изложил свой план. Вся четверка изменила направление и поползла в сторону врага. Они незаметно подкрались к каменному блоку и стали слушаться в хриплые голоса арабов. Солдаты, казалось, не спешили устанавливать мортиру. Беглецы разделились, чтобы обойти блок с двух сторон. Первая часть плана, как и надеялся Тухокс, была выполнена легко. Тухокс с Эльмикой быстро подползли к концу блока. Белые шаровары и тюрбаны и кванцев хорошо различались даже в такой темноте. Роджер выстрелил. Тут же с другой стороны блока открыли огонь Квозинт и Джилберт. Победа была полной. Несколько солдат были сразу убиты, остальные бросились в рассыпное. А те немногие, кто попытался оказать сопротивление, поплатили своей жизнью. Спустя несколько минут все было кончено. Вторая часть их плана осталась невыполненной. Не успели Тухокс с Эльмикой подойти к брошенному гранатомету, как им пришлось броситься в ближайшее укрытие. Морские пехотинцы внизу склона открыли яростный огонь. Тухокс собирался обстрелять их из гранатомета, но теперь это было невозможно. Солдаты быстро продвигались вперед широко растянутой цепью. Беглецы изредка отстреливались, но град пуль ержал их в укрытии. Любая попытка перейти в наступление была бы просто самоубийством. Тухокс проклинал себя. Лучше бы они действовали по первоначальному плану. Если бы он не прельстился возможностью легкого нападения, то теперь четверка была бы уже далеко на пути в безопасное место. Неожиданно пули перестали свистеть вокруг беглецов, но внизу по-прежнему раздавались выстрелы. И было похоже, что там разгорелся настоящий бой. В этом шуме слышался свист и крики на незнакомом языке. Тухокс ничего не понимал, но по звучанию язык был похож на полинезийский. Подоспели местные жители. Бой продолжался еще с четверть часа. Потом оставшиеся в живых экванцы сдались. Немного позже четверка беглецов увидела, что она тоже окружена. Они бросили свое оружие и подняли руки вверх. Солдаты-хивиканцы погнали их вниз по склону в толпу других пледников, которые еще совсем недавно были их врагами. Среди них был и Раске. Он стоял, скрестив руки на затылке. Увидев Тухокса, Раске громко рассмеялся. Вы скальски как угорь. Дьявол, на этот раз все это чуть было не закончилось для вас совсем скверно. Вам повезло, как Гитлеру. А кто такой Гитлер? Спросил Тухокс. Спросил Тухокс.